Сука, да, прикинь, я обманываю людей. Здорово, ребята, на связи Шамшурин. Вот, и мое крайнее видео с подходами, я смотрю, вас обрадовало и вызвало какой-то резонанс. Давайте так, это видео, оно немножко такое, скажем, философское. И опять же, те, как бы, школьники и пиздюки, которые смотрят мой канал просто для развлекухи, потому что, как бы, у них нет такой жизни у самих, и они решили, что я хотя бы посмотрю. То есть, это типичная публика всех этих блогеров популярных, там, в частности, там, таких ребят, как Афоня, Дневник Хача, там, кто-то еще какие-то. То есть, ну, ребята, которые живут какой-то жизнью, и, типа, эта публика за ними наблюдает, потому что вместо того, чтобы они пошли и сделали себе такую же точно жизнь, они нихера не делают и пытаются просто вот смотреть, как живут другие. А, телки, тачки, клубы, там, что-то, Москва, путешествия, ну, как бы. Это их жизненный выбор. То есть, и, соответственно, вот этот видос не для таких ребят, которые смотрят. То есть, я создаю свои видео для того, чтобы вам помогать, и в том числе, прикиньте, какая херня. Я на этом зарабатываю. Для тех, кто еще об этом не понял, и для, если для вас это считается каким-то чем-то неприемлемым, да, это моя работа, представляете. Это моя единственная работа, поэтому я на этом зарабатывал, зарабатываю, буду зарабатывать. То есть, и что касается ценников, то то, что сейчас происходит там по книжке или флешке, ну, это нереальная халява, потому что, ну, блядь, где вы найдете тренинг, который вас научит делать то же самое, что делаю я на своих видео за 5000 рублей. Ну, это смешно. Можете промониторить, просто, ну, позвонить, пописать в эти всякие тренинг-центры, там, моим коллегам, моим конкурентам, узнаете, что почем. Там индивидуалки стоят, то есть, от 150 тысяч и выше, и, соответственно, ну, есть какие-то маленькие индивидуалки покороче, есть тренинги, которые ведут мои, как бы, мои тренеры Антон и Дима. Вот, некоторые ребята приносят по полмиллиона, то есть, потому что у них эти деньги есть, и, как бы, это говорит только о том, что наличие этих денег, оно, ну, никак не имеет никакой прямой корреляции с успехом с женщинами, то есть, у него могут быть деньги, ну, допустим, у него проблемы с девками, то есть, вот такая история. Как бы, меня на снятии этого видео вдохновил один чувак, который написал комментарий, то есть, давно так не делал, раньше прям постоянно меня это цепляло, я писал вот в ответ на это ваше говно свое какое-то выливал, сейчас так не делаю, потому что все больше и больше осознаю, что если люди пишут какой-то негатив, то, наверное, потому что, ну, херово у них, а не у меня, то есть, вот это показатель. Плюс, ну, то же самое, что когда девушка тебе на улице, когда ты к ней подходишь, говорит какие-то, какие-то там, ну, негативные вещи, да, то есть, это, скорее всего, потому что проблема у этой девушки явно не у вас. Итак, тут некий чувак, я не буду называть его фамилию, имени, то есть, ну, вы найдете этот коммент, если нужно, пишет следующее, то есть, вот, под комментарий, под моими, под моими подходами, значит, он не учел, что, двоэтажие, внимание, я цитирую, у кого-то есть харизма и талант, у кого-то нет, то есть, сразу объясняю, что это мышление неудачника, если ты думаешь точно так же, то тебе, у тебя есть только два выхода, либо застрелиться, либо подумать, что что-то не так, и нужно это мышление менять, от того, что ты такой честный, хороший, добрый, классный, вот, а все вокруг, вот, там, воры, жулики, вот, там, не знаю, кто ездит на дорогих тачках, кто занимается сексом с красивыми девушками, то есть, это обязательно мажоры и так далее, если ты думаешь так, мужик, то это утопия, и пока ты не поймешь, что все зависит только от тебя, и будешь себя оправдывать вот так, что они все пидорасы, а я хороший, в твоей жизни ничего не изменится, абсолютно. Харизма есть, харизма нет, какая харизма, чувак, ты ее в чем измерял? Мне интересно, в чем измеряется харизма, сколько килограммов харизмы во мне? Сколько сантиметров харизмы во мне? Дальше, я просто специально выделил этот коммент, ребят, чтобы, если, не дай бог, у кого-то из вас есть похожие идиотские мысли в голове, избавляйтесь от них, эти мысли ни к чему хорошему не приведут. Так, так, кто-то дружит с собой в гармонии, находится со своим собственным я, кто-то нет, то есть, этот чувак считает, что я дружу с собой в гармонии, то есть, на самом деле, я ходячий таракан номер один в этой стране, то есть, и люди, которые со мной общаются близко, знают, насколько я часто ною, насколько я часто недоволен жизнью, насколько часто я себя дрочу, смотрю на себя в зеркало и считаю себя каким-то не очень-то хорошим, красивым, там, богатым, успешным и так далее. Единственное, что я это все практически преодолел на 99%, но еще какая-то часть осталась. Что касается моей книги, которая вот сейчас вот допродается, и ты можешь просто не успеть ее купить, но я тебе уже об этом говорил, достаточно было видео про книгу, чтобы сейчас я тебя уговаривал ее купить, мне это не нужно, чувак. От того, что твоя полторашка прилетит к нам, ну, откуда-нибудь с твоего города, ну, как бы моя жизнь сильно не изменится, мужик, то есть, абсолютно никак. Тем более, учитывая то, что почти 300 тысяч рублей уйдет только на то, чтобы сейчас заплатить издательству и разослать эту книгу по адресам, то есть, об этом почему-то никто не думает, то есть, история такая, я хочу с тобой поделиться, это мое откровение. Вот. В книжке я написал обо всем, о том, каким я был задротом, то есть, какие у меня были тараканы по поводу денег, по поводу женщин, по поводу своей внешности, то есть, как я справлялся со своими комплексами, со своей фобией и так далее. Но, как бы, вот такому чуваку уже ничего не поможет. Так, что дальше? Он не учел того, что у кого-то был отрицательный жизненный опыт с женщинами, расставание, любовь, жена ушла, не может щелкнуть пальцами и стать как Шамшурин. Чувак, чтобы стать как Шамшурин, тебе, ну, недостаточно будет, я тебе открою тайну щелкнуть пальцами. Вот, прикинь, какая хуйня. Я тебе даже больше скажу, чтобы вообще хоть чего-то в этой сраной жизни добиться, даже вот такой вот корыто себе купить старое, которое там вот это или вот это, или вот это, не знаю, то есть, недостаточно щелкнуть пальцами. Для того, чтобы, вот вообще ни для чего недостаточно щелкнуть пальцами, прикинь. Если этот чувак считает, что у меня не было отрицательного опыта с женщинами, то, ну, если вот примерно посчитать, то он, наверное, тысяч десять раз в этой жизни меня послали девушки, мне отказали, меня слили, там, мне не дали что-то еще, что-то еще. То есть, если кто-то думает, что я вот родился, и у меня все так вот круто сразу стало, то это, ну, как бы очень большое заблуждение. Это, опять же, еще раз, для неудачников есть всегда лучшие отмазки, что кому-то легче, а вот мне, вот у меня-то, да, у меня ситуация, вот, а кому-то, сука, легче. Вот, вот, везет же им. Кстати, насчет денег, вот вчера у меня был на консультации человек, я, естественно, не могу какие-то подробности рассказать, потому что есть понятие конфиденциальности. Ой, блядь, красный. Есть, я, естественно, не буду там никаких озвучивать имен, телефонов, чего-то еще, просто вот человек из богатой семьи, да, я так понимаю, что у него там все хорошо, но при этом с женщинами у него абсолютно никак, и он занимается спортом, он какой-то там ММАшник, борец, боксер, то есть, ну, то есть, никакого толку от этого нет, ребят. То есть, ну, стоило появиться какой-то девушке, которая чуть больше его заинтересовала, чем другие, и все, пиздец, там, такое, что он нашел несколько, там, причин только для того, чтобы ей не звонить. Я говорю, звони ей сейчас, скажи, что я хочу тебя увидеть. Ой, у нее сессия, ой, у нее то, у нее все, ой, она вдруг трубку не возьмет, еще, еще, еще. То есть, настолько сильный уровень страха, настолько сильный уровень зависимости, и высокий уровень значимости этой девушки, что дальше некуда. И его деньги, и там спорт, причем жесткий махочный спорт, то есть, они никак его не спасли, они никак его не помогли. Для того, чтобы прийти в состояние близкое к видео, нужно, двоеточие, внимание, это цитата, потратить кучу бабла на психолога. То есть, опять же, чувак считает, что психологи решат все его проблемы. Да, я всю жизнь хожу к психологам, но поверь мне, и прикинь, сука, трачу на них бабло, и с некоторыми договариваюсь в долг, там, договаривался раньше, сейчас могу себе это позволить. С некоторыми что-то еще, но я считаю, что, допустим, мне надо проработать какие-то свои тараканы. Вон, девка в майке сидит в джипе. Welcome. Вот, проработать какие-то свои тараканы, да, и я понимаю, что у этого есть какая-то стоимость. То есть, моя работа стоит денег, я дорогой тренер, ребят, поэтому вам очень сильно повезло, что сейчас вот эти флешки там продаются за пятак, о которых мы говорим. Вот, и вообще, что онлайн-тренинги идут там за пять тысяч рублей. То есть, ну, еще раз говорю, посмотрите у конкурентов. Психологи, они стоят денег, согласен, ну, поэтому надо потратить бабло. Прикинь, да, сука, надо потратить бабло. Так, для того, чтобы себя почистить, не любить никогда, не было долгого отношения, а, не быть долгого отношения, а, не любить никогда нужно быть для таким, чтобы, как я. То есть, я животное, сволочь и холодный человек, который никогда никого не любил. Если бы ты знал, ну, как бы о моей жизни чуть больше, это, знаешь, любимая привычка неудачников и лузеров, это навешивать на людей ярлыки. То есть, ты смотришь, человек идет, не знаю, он идет в зебровых тапках там, или вот в такой вот шапке, и ты думаешь, а, пидор, не знаю, или там еще что-то. Откуда ты знаешь? Или он идет с доской в руке, ты говоришь, а, он строитель, или он делает ремонт. Откуда ты знаешь? Может, у него умер кто-то, и он, блядь, гроб делает своими руками. Может быть, он прыжок с доски, который, знаешь, так, прыгает в воду, и он не купил себе новую доску. Я не знаю. Может быть, он хочет, блядь, вырезать из этой доски там деревянный какой-нибудь узор. То есть, если ты когда-нибудь бы читал Владимира Тарасова, который называется «Книга для героев», ну, это книга для героев, а не для таких лузеров, как бы, которым являешься ты, чувак. То есть, ты бы, наверное, понял, что смысл деятельности, как написано у Тарасова, лежит за ее пределами. Поэтому, если ты навешал ярлыков по внешним признакам каким-то, совсем не значит, что ты прав. Следующий. Мне просто так интересно вот это читать. Так, не любить никогда, не быть долго в отношениях, а отношения заканчивать первым. То есть, чувак уже знает, какая моя личная жизнь, оказывается. Не соглашаться на серьезные отношения, не быть ни разу женатым. Вот так вот, сука. Как же тебе не повезло, бедный, что ты все-таки был по ходу дела один раз женатым. Мальчик-красивая обложка. То есть, это он про меня. Я мальчик, красивая обложка. Ну, я бы не сказал, что я красивая обложка, блядь. Я хожу с пузом, не знаю, в очень странных шмотках, небритый, дохера ругаюсь матом. Прикинь, ебануться, как дохера, сука, блядь, ругаюсь матом. Прикинь. Вот. Сейчас я припаркуюсь, мне надо дочитать эту супер-версию. Вот, самое главное. На то, что... Все это рассчитано на то, чтобы покупатели покупали курс, сука. Только те, кто купили, даже и не понимают, сука, что их заранее обманули. Вот откуда ты знаешь, обманули или нет? Ты хоть раз что-то покупал у меня? Если ты с этим не согласен, приезжай в Москву, блядь, и мы с тобой поговорим, как мужчина с мужчиной. Я хотя тебе, я не собираюсь ничего доказывать, блядь. Сука, да, прикинь, я обманываю людей. То есть, если ты посмотришь на то количество отзывов на ютубе, то количество там, что пишут вконтакте или где-то еще, то есть, и ту, сука, ну нереально халявную цену, то, блядь, ну... Чувак, ты обманываешь сам себя только, и больше никто тебя не обманывает. В итоге вы тратите кучу бабла, кучу, сука, 5000 рублей. Я надеюсь, что для тебя это, ну как бы, эти деньги хотя бы за год реально заработать. Очень надеюсь. Если нет, то, наверное, мне тебя искренне жаль. Кучу бабла. Вам девушка на улице отказывает, хотя вы уже прокачались. И понимаете, вот он, российский маркетинг. Мне кажется, что вот ты, судя по твоей фотографии... Как бы, спасибо. И слово маркетинг, это как бы вещи настолько далекие друг от друга, что, в принципе, ну, то есть, ты не знаешь даже, наверное, значение этого слова, то есть, как оно переводится. Вот такая вот херня, ребят, то есть, почему-то захотелось ответить на это говно. Что вам еще сказать? Вчера был показательный пример с этим клиентом, то есть, мне человек рассказывает какие-то вещи, то есть, как он знакомится, вернее, как он не знакомится, как он там уже там, сколько, 6 или 7 раз встретился с девушкой, и так ее даже не поцеловал на свидании. То есть, ему еще очень сильно везет, потому что эта девушка приходит на следующие свидания. Я говорю, звони, заинтересовывай ее, ну, говори, что мы с тобой увидимся, и на следующем свидании я буду делать тебе кучу приятных штук. То есть, он не может высказать даже эту фразу, потому что, ну, как бы, этот чувак нормальный, то есть, он красивый, он на спорте, он не бедный, он разговаривает хорошо. Я просто удивляюсь, насколько надо себя довести, и, как бы, этот человек не может, допустим, высказать фразу, то есть, повторить девушке по телефону фразу, я буду делать тебе кучу приятных штук. Я говорю, звони, и сейчас договаривайся на встречу, там, на определенный день. Этот человек звонит ей, и, соответственно, что происходит? То есть, он, блядь, он звонит и опять говорит, я приглашаю тебя на очень крутое мероприятие, тебе там очень понравится. То есть, он опять пытается заинтересовать ее не собой. И вообще, когда все это, я слышал от него то, что он мне рассказывал, я реально понимаю, что я, слава богу, забыл, как это выглядит. То есть, я помню, что у меня было что-то подобное, что я там обклеивал цветами двери мариночки такой в Самаре, там, писал, блядь, писал ей записки, что там, ты самая такая-то, ты самая раз такая-то. Но я уже, к счастью, не помню на уровне ощущений, что это такое. То есть, я только вчера, ну, в очередной раз вспомнил, в каких разных мирах мы живем, и деньги здесь ни при чем, там, и так далее. Причем, мы вот вчера с Антоном, с моим вторым тренером разговаривали на такую тему, что вот, как бы, вопрос с деньгами на самом деле решить сложнее. То есть, если у тебя их нету, да, и там никогда не было, потому что есть какие-то программы рода установки негативные и так далее. Потому что, то есть, вот, даже каким бы клинически сложным чуваком не был мой клиент, то есть, я вот, ну, просто видел очень много разных. Ну, неделя, это при самом сложном случае, обычно меньше. Неделя, ну, две. Перестроить? Я не знаю, даже, сейчас я маршрут перестрою, даже если... Ну, вообще, он просто, я не знаю, просто клинический экспонат, ну, как бы даже вот просто предположить месяц, да, и все, и этот человек становится другим. То есть, через это время он уже будет делать точно то же самое, что я делаю на своих видео с девками. То же, абсолютно то же самое, так же легко. И это только начало, потому что это всего лишь знакомство. А по поводу свиданий ребята пишут, что... Вот, начни снимать свидания. Ребят, да я вообще, ну, как бы, в последнее время минимум снимаю, и будут чаще выходить, там, Дима с Антоном. Я буду появляться редко, потому что, как бы, это бизнес, которым я занимаюсь. То есть, бизнес, который людям приносит непоправимую пользу, да, то есть, и... Я думаю о том, как его масштабировать, как его увеличить, это нормальная практика, потому что я так зарабатываю. Если бы я был учителем английского, я бы был учителем английского. Я учитель пикапа и личностного роста, значит, я буду зарабатывать так. И, как бы, я все больше прихожу к выводу, что именно, там, YouTube, то есть, он не приносит, там, самых больших каких-то, там, выхлопов и так далее. Потому что, там сидят, в основном, люди, которые... То есть, YouTube это развлекательный контент. И там сидят молодые люди, которые не могут, допустим, наполнить, насытить, насыщать свою жизнь чем-то другим. И они, ну, смотрят за тем, как живут другие. То есть, для них это своего рода бесплатное развлечение. Я, ну, у меня никогда не был канал развлекательный, то есть, канал был развивающим. То есть, поэтому, в принципе, он уже, как таковой, ну, не вписывается в формат YouTube. Если вы хотя бы делаете что-то, что я говорю вам на видео или показываю, это уже хорошо. Если вы ни разу не попробовали, ну, и вам еще раз говорю, вам остается только очень искренне посочувствовать и вас пожалеть. Потому что вам на халяву, сука, дали такой объем информации, которого без прикола ни в одном другом канале в YouTube вы просто никогда не найдете. Это, ну, я говорю со стопроцентной уверенностью, потому что я знаю, о чем я говорю. И, сука, посмотрев все это и не сдвинуть свою жопу с мертвой точки, не оторвать свою жопу от дивана, по-моему, это преступление. Но это преступление по отношению к самому себе. Потому что в этом случае никто себя не наебывает, кроме как ты сам. Так вот, вернемся. То есть я говорил, что даже самого клинического человека за неделю, за две, за месяц можно распинать, и он будет делать то же самое, что делаю я. Это самый клинический. Если среднестатистический случай, то это 2-3-4 дня, он уже почувствует колоссальнейшую разницу. Я к тому, что вот этот вопрос с женщинами можно решить очень быстро и легко. Ну, легко, не легко. То есть легко, потому что я знаю, что с этим делать, я знаю, что делать с любым человеком. Нелегко бывает для них, потому что нелегко перешагнуть через себя, через свои страхи. Но когда мы рядом, я рядом, мои тренеры рядом, или там кто-то твои единомышленники, если ты купил флешку или проходишь онлайн тренинг и смотришь, и вы друг друга подпинываете, поддерживаете, то есть все пойдет нормально, все будет так, как надо. Если бы так легко можно было решить вопрос с бабками, вот было бы круто. Но прикинь, там у тебя всю жизнь не было денег, ты из бедной семьи, например. И ты видел вот эту реальность, ты не знаешь, что есть другая. Например, ты знаешь, что гелик прикольная тачка там, или не знаю, Porsche Panamera. Но ты никогда на ней не ездил. И то есть, ну, как бы, вот это знание, то, что она крутая, оно тебе ничего не дает. То есть, если бы ты это прожил, то ты бы, наверное, почувствовал и понял, что это круто. Но у тебя не было такой возможности. И, соответственно, в твоей голове образовалось очень много негативных установок по поводу денег. То есть, это, кстати, как раз то, о чем я очень много внимания уделил в своей книжке. И как я с этим боролся, что с этим можно сделать, например. Вот. И если бы можно было прийти куда-то, заплатить там какую-то денежку и за месяц решить свои финансовые вопросы, причем решить прям в очень качественном скачке, то было бы очень круто. Да, есть очень много бизнес-тренингов, там, в том числе бизнес-молодость. Там я очень положительно и лояльно отношусь к проекту «Бизнес-молодость», потому что, ну, как бы, я сам их проходил, я сам периодически смотрю видео. Вот. И я считаю, что это очень крутая тема. Но это видео не о рекламе бизнес-молодости, да. То есть, это о том, что они как-то вот меняют вот в том направлении, в плане денег. Но и то сразу через месяц, скажем так, ты там результат, ну, не всегда можешь увидеть вот тот, который ты хочешь. Ну, то есть, немножко перещелкнет в голове. Что касается вот моей темы и темы пикапа, но в том широком понимании, в котором я имею в виду, это когда пикап – это, в первую очередь, развитие по всем фронтам. И еще раз, книга об этом, потому что спрашивают, о чем книжка. Вот об этом книжка, ребят. И там все через женщин, все через примеры с девушками. Но оно все завязано и на деньгах, и на развитии, на мышлении. То есть, там история человека, который был бедным, ездил на стройку на велосипеде с кучей комплексов, социофобии. И потом понял, что надо менять свою жизнь. Ему повезло, что он познакомился с парнями, которые прошли какие-то тренинги. Потом он в эту тему тренингов попал. Он начал сам их проходить, сам вести, преодолевал себя. То есть, и бла-бла-бла, там дофига чего вот такого. То есть, это как раз про меня. Еще ребята некоторые спрашивают, сколько страниц в книжке? Сколько длится видео на флешке? Ребят, еще раз. Значит, для таких, как вы, если вы считаете, что качество, допустим, книги оценивается количеством ее страниц, то это полнейший бред, и это, опять же, ваши неправильные установки. Качество книги оценивается полезностью ее контента. Если вы знаете такого мужика, как Азимов, это специалист по продажам, то у него книжка стоит, если я не ошибаюсь, тысячу долларов. Не верите, зайдите на сайт Азимова, посмотрите, почем его книга. То есть, по вашей логике, эта книжка должна быть из 50 тысяч томов, не знаю, там из 100 миллионов страниц. То есть, она не такая, она обычная. Что касается моей книжки, ребят, сейчас она издается, то есть, издательство, оно там немножко держит, все держит, но мы как бы пытаемся успеть в срок, чтобы нам ее-то все отдали. То есть, и, как бы, насколько я понимаю, там будет примерно 390-400 страниц, если вам это интересно. Ни одной страницы в этой книге нет, чтобы там была какая-то пустая, тупая вода, да, и чтобы она вам не помогла. Что касается флешки, ребят, я вам открою такой секрет, что мы сняли 99% видео с этой флехи. Вон какая-то девка в миниатюрной машине. Правда, она сейчас очень увлечена поворотом. Она даже не видит, что происходит. Ладно, не будем ее мучить. Смотри, значит, это книжка по поводу флехи, да. То есть, мы 99% информации отсняли. И сейчас там ее вот продолжаем все еще монтировать. То есть, я не знаю, сколько она будет длиться. Может быть, часа 3-4, но на ней есть абсолютно все. Вот, вот абсолютно все задания, упражнения, которые нужны тебе для того, чтобы ты мог научиться так же, как я это делал в предыдущем и там во многих моих предыдущих видео. То есть, там все рассказано, что там происходит, что на флешке, многие спрашивают. Давай так, на флешке мы берем задания нашего тренинга полностью, да, я, Антон и Дима, и показываем, как их делать. То есть, для тех, кто проходил онлайн или просто смотрел видео, вы не знаете, о чем я говорю, да, то есть, есть практика. Онлайн это очень крутая штука. Я пытаюсь на словах объяснить, как и что, что надо сделать, сколько раз, какие могут быть проблемы, ошибки, возможные варианты реакции девушки или там ее отсутствие на тебя, но... О, бля, телка в бахе. Такая интересная. Как бы вот суть такая, смотри, значит, да, блин, отвлекаюсь все время на пробки, на девок, не пойми на что. То есть, например, мы говорим задание, там, 50 приветов, это самое первое, самое легкое, с чего все начинается. Смотри, как оно делается. Идем и сами выполняем это задание. Потом я говорю, смотрите, какие есть ошибки. Мы специально делаем неправильно, чтобы ты понял, что есть такие и такие ошибки. Там следующее задание, там, привет плюс комплимент. То есть, мы начинаем с самого простого и постепенно, постепенно, постепенно усложняем. То есть, так же, как это происходит на наших живых тренингах. Показываем то, какие реакции девушек бывают. То есть, соответственно, там, ну, одна может сказать, о, привет, другая может сказать, там, отстаньте, я не знакомлюсь и так далее. И показываем, и объясняем, рассказываем, что с этим делать. Все упражнения, которые есть горлом, это самое прокачивающее упражнение. Взять деньги, любимая поза в сексе. Как взять телефон, как обработать возражения, как остановить. Есть целый блок, где мы пригласили мою знакомую Юльку. И вот, и на ней, как бы, отрабатываем возражения при знакомстве. То есть, есть еще какие-то моменты. Я сейчас даже вот все тебе не перечислю. Но суть в том, что там есть абсолютно все, еще раз, для того, чтобы ты посмотрел, ага, пошел, сделал, избежал каких-то возможных ошибок, потому что там все про это сказано. И, соответственно, получил результат такой же, ну, как ты видишь, как я делаю на видео. Естественно, что настолько, сука, естественно, потому что я уже иногда даже подхожу и думаю, ну, почему эта девушка не уходит? Я же ее стою трогаю. Я сам этому иногда удивляюсь. То есть, такого, конечно, вот на 100% ты не получишь, да? Хотя, если ты будешь заниматься этим, ну, плотно какое-то время, то будет практически так же. Ну, на 95% так же ты сможешь делать это очень, на самом деле, это очень легко. Ты даже не представишь, насколько это легко. Блин, одни девки, а, кругом. Правда, какие-то болтающие по телефону, не хотящие со мной общаться. Вообще опасно, конечно, вот так вот в пробке, в движении, потому что тут столько дебилов на дорогах в этой Москве. Я вот реально не устаю поражаться. Вчера видел такой прикол, что... Ну, как бы чувак просто, не знаю, там с четвертого ряда резко решил перестроиться опять в первый. Естественно, это закончилось тем, что кто-то его всек в бочину. Итак, ребят, смотрите. Вот все, что вы видите на видео, я не знаю, что еще вам сказать. То есть, это вот такой порыв в душе, такое вот видеооткровение. Если кто-то из вас досмотрел это видео до конца, то... Блин, ну что могу сказать. Сейчас, кстати, проезжаю мимо дома Макса Красочкина. То есть, удивительный человек, который в свое время изменил мою жизнь. Вот, я ему безумно благодарен. Это Кутузовский проспект. Смотрите, какая задница, кстати, на дороге. Просто полнейшая жопа, согласитесь. Такая вот у нас осенняя погодка. Москва-сити, смотрите, ее даже не видно. Но это те, кто не из Москвы. Ребят, значит, смотрите еще раз. Я не знаю, что вам говорить. Как-то вот так вот, парень. Итак, давайте, наверное, будем завершать. Самое интересное, смотрите, что я такой же живой человек, как и вы. То есть, у меня также может быть хорошее настроение. Но оно сейчас, кстати, отличное, великолепное. И спасибо всем тем, кто купил книжку. То есть, сейчас мы уже продаем вторую тысячу экземпляров, которая будет заключительная. В следующий раз книга выйдет только весной, где-то ближе к лету. Ее издаст крупное издательство. Не буду пока говорить, какое, потому что мы контракт еще только подписываем. И, соответственно, эта книжка появится в магазинах, но это будет уже ближе к лету. За это время уже может много чего измениться. Плюс, еще раз говорю, что тот вариант будет немножечко урезанный. Здесь я писал без цензуры такими словами, какими я хотел тебе передать это. Вот. И, 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 что еще? Вот. Ты все еще можешь успеть ее приобрести. И, как бы, я тебе искренне рекомендую, действительно рекомендую приобретать книжку с флешкой. Потому что это фактически, как бы, как онлайн-тренинг. Причем, еще раз, очень халявный, очень дешевый. И, ну, он с практикой. То есть, где вы найдете еще такой продукт, чтобы сам тренер и его другие тренеры показывали на своем примере, как и что нужно делать. Я могу с уверенностью в тысячу процентов сказать, что это уникальный продукт. Что, вот, как-то так. И еще, кстати, момент. Ну, это только для тех ребят, которые досмотрели это видео до конца. То есть, я предлагаю, ну, наверное, сделать какой-то видос, который называется «Вопрос-ответ». Вот. Этот видос, мы давно не снимали какие-то видео типа «Вопрос-ответ». То есть, я бы хотел такое видео снять. Поэтому, если ты досмотрел это видео до этого места, то пиши свои вопросы в комментариях. Если вопросы будут интересными, я либо заберу какой-то видос на эту тему, либо сделаю видео «Вопрос-ответ», в котором просто расскажу нам много вопросов, которые вы задали. Есть еще один момент, что я тут недавно своих ребят из «Контакта» просил, чтобы они в «Контакте» разместили вот это, что «Шамшурин» проведет бесплатно. И смотри, кстати, «Сити», если ты это, ну, как бы не из Москвы, посмотри, какая крутая штука. Москва-Сити. Вон то здание, оно вообще выходит в облака, там не видно. Ну, потому что облачность низкой сейчас. Это третье транспортное кольцо. Вон то рыжее здание. Я не помню, как называется эта башня. Ну, короче, здесь очень круто, ребят. Как бы все люди, приехавшие откуда-то там из периферии, не из Москвы, они любят фоткаться. Любят фоткаться возле вот этих вот зданий «Сити». Вот. Давайте я покажу даже сейчас. Сейчас, погодь. Ну, раз уж мы с тобой, как говорится. Смотри, какая крутия. Я не помню, сколько тут этажей, но, наверное, там, этажей 70, наверное. Вот такая вот штука. Ну, вообще-то, конечно, трешка. Это такой вот индустриальный пейзаж Москвы. Вот, значит, смотри. Сегодня снега столько нападало в Москве. Итак, пиши в комментариях под видео свои вопросы. То есть я буду отвечать только на интересные вопросы. Заранее говорю, что если кто-то будет спрашивать какую-то хуйню из серии, а что мне сказать девушке, если она то-то, то-то. Или, а как мне побороть свой страх? Или вот. То есть то, что мы обычно, вот, то, что я обычно снимаю в своих видео, и вот если ты внимательно пороешься, то обязательно найдешь на моем канале ответ на свой вопрос. На вот такого плана вопрос. Либо если ты хоть какой-то тренинг у меня пройдешь, даже если он там за 5000 рублей, ты все равно узнаешь ответ на этот вопрос. То есть самые базовые вещи какие-то меня спрашивать не надо, по той причине, что я на эти вопросы отвечать не буду. Мне просто неинтересно. Это настолько же глупо, как, знаешь, вот, тебе говорят, чувак, то есть ты живешь в каком-то быдло районе, тебе там примерно раз в неделю дают пиздюлей копники, или грабят тебя, это самое, в дворе вдвоем, или в соседнем. И ты приходишь к тренеру по боксу, тренер по боксу говорит, чувак, запишись на бокс. То есть походи туда долго, ну, какое-то продолжительное время, и у тебя, ну, на любые ситуации будут какие-то свои варианты реакции, варианты того, как ты можешь с этими ситуациями справиться. Ты говоришь, не надо мне бокс, то есть я жалею, блядь, 5000 рублей на этот бокс, потому что я жопошник, я считаю, что это лишнее, я не должен этого тратить. Ты говоришь, расскажи мне, тренер, как один прием делать, вот только один прием, то есть вот только, сука, один прием. Он говорит, ну, хорошо, я тебе расскажу, но тебе это не поможет. Ты говоришь, не-не-не, расскажи и покажи, ладно, он показывает. Ты идешь, делаешь этот прием, а там, ну, не знаю, на тебя налетают сзади и дают тебе пизды, короче. И ты не ожидал, что будет удар с той стороны, и все. И как бы этот прием тебя не спас. То есть очень многие ребята задают такие вопросы ВКонтакте, например. А что мне написать девушке, чтобы она пришла на свидание, если она то-то, то-то? Чувак, еще раз, если я тебе сейчас скажу, что тебе написать, а я скажу, я парень добрый. Самое интересное, что в корне это твоя ситуация никак не поменяет. Ну, я скажу тебе, и что? Ну, ты придешь на свидание и так же тупанешь на свидании. То есть еще раз, здесь нужно менять всю систему в корне. Ребят, я вчера просто провел эту консультацию и охуел от того, насколько мы с этим человеком, несмотря на то, что, возможно, он финансово богаче меня. То есть мы живем абсолютно в разных просто вот измерениях, системах, мирах, не знаю, вселенных. То есть мы находимся рядом физически, но мы, сука, настолько далеко друг от друга в каких-то вот аспектах, что это вообще невозможно описать. То есть это то же самое, что ты можешь ехать в автобусе, в пробке, не знаю, с какими-то вонючими бабками, которые там все время ворчат. А рядом, я заметил, что такие люди из автобусов любят заглядывать в окна дорогих автомобилей, смотреть, как там внутри, смотреть, кто в них едет. А рядом, допустим, проезжает какое-то дорогое авто. И это то же самое. То есть вы вроде бы находитесь физически рядом. То есть вы физически находитесь в одном месте, в одном пространстве. Но ментально и психологически вы настолько далеки друг от друга, что это просто невозможно объяснить. То есть хотя физически вы находитесь вместе. Вот такие дела, ребят. Значит, давайте будем закругляться. Это был Шамшурин. Я такой же живой человек, как и вы. У меня охуительное настроение. Я советую вам как-то, если у вас сегодня плохое настроение, все-таки взять за яйца и что-то сделать для того, чтобы оно было хорошее, похорошело. Я искренне желаю вам этого хорошего настроения. Я счастлив от того, что моя книжка раскупается. Я счастлив от того, что есть очень много людей, которым интересно то, что я говорю, то, что я им даю. И те, кто готовы взять еще больше, просто это стоит чуть-чуть подороже, чем бесплатно. Итак, ссылка для приобретения оставшихся еще экземпляров. Я надеюсь, к тому времени ты еще успеешь. Она внизу под этим видео. Там же ты можешь приобрести книжку с флешкой, которую я тебе искренне рекомендую, потому что в книжке теория, во флешке практика. Все, это две составляющие, которые изменят твою жизнь. Кстати, вот еще пока не закончил. То есть, может кому-то интересно. Есть такой дом на беговой. И когда я с какими-нибудь девушками проезжал, там проезжаю, или мои друзья проезжают мимо этого дома, он очень здоровый. Вот. И все эти девчонки, ну там большинство, если это тупые какие-то там, ну они могут быть красивые, но тупые. Они говорят, вот, я мечтаю жить в этом доме. Он такой клевый, он такой классный. Ребят, это стремный дом на самом деле. Просто стремный. Он гигантский, он прикольный. У него вид на Москва-Сити. Но он стремный хотя бы потому, что у него окна на трешку. Третье транспортное кольцо. Ребят, здесь такой пиздец творится. Здесь просто столько выхлопных газов. Столько, ну там, транспорта. Тут еще Д дорога вот рядом. То есть, я не знаю, как можно не понимать такой херни, что ты в принципе никогда в жизни сможешь открыть окно. И оно все время будет черное, все время шум и так далее. То есть, все-таки, девушки удивительные существа. Им это нравится, они считают, что он большой и красивый. Он самый беспонтовый в этом городе. Несмотря на то, что он такой вот крутой и дорогой, то это не меняет ничего. Итак, на связи был Шамшурин. Тем лузером, которые думают так же, ну, как тот, комментарий которого я описал. Большой привет! Оставайтесь в жопе. Продолжайте завидовать, продолжайте навешивать ярлыки какие-то, ставить клеймо на кого-то. Продолжайте оправдывать свое абсолютное бездействие и свое, блядь, полнейшее амебное состояние тем, что вот кому-то легче, кому-то легче, кому-то лучше, кому-то повезло, а мне нет. Продолжайте в том же духе, оставайтесь в заднице. Мой канал только для тех, кто решил меняться. И если я поменялся сам, поверь мне, значит, я точно знаю, что это может сделать любой человек. Все, пока!